Увидеть искусство, которым увлекались французские короли, можно в городской библиотеке имени Маяковского. Там открылась выставка цветочных композиций, вышитых лентами. Автор работ Любовь Гущенкова освоила такой оригинальный способ вышивания уже в зрелом возрасте. Выставка была организована по просьбам читателей библиотеки, которые, заходя за книгой, обращали внимание на необычные инсталляции на стенах. Такой интерес к оригинальным композициям вполне оправдан. На протяжении нескольких лет работа Любовь Ивановны пользуется популярностью не только в Чебоксарах, но и за рубежом. Свои вышивки я много подарила. Приезжала подруга из Казани и подарила. В Москву увезли. Потом летом, во время празднования Дня Республики, приезжали туристы на теплоходах и увезли мои вышивки в Америку. И еще одна девушка заказала мне подсолнух. Поехала к родственникам в Германию. В общем, вот вышивки мои путешествуют. Любовь Ивановна освоила ленточную технику вышивания сравнительно недавно. Уход на пенсию освободил время для хобби. И уже через некоторое время простые ленты в ее волшебных руках превратились в праздник цветов. Композиции и формы очаровывают своим колоритом, дарят зрителям радость и отличное настроение. У рисунков особая объемность и реалистичность. Вышивание – традиционный и самый распространенный вид декоративно-прикладного искусства. В середине 19 века в Европе стала популярна вышивка лентами. Платья начали украшать ленточными рюшами, бантами, цветами. Тесно переплетаясь с восточными и европейскими тенденциями, этот вид творчества сохраняет свою самобытность, многообразие и традиционное направление. Научиться азам такого декоративного прикладного искусства хотят многие. И мастер-класс Любови Ивановны для поклонниц искусства вышивки оказался весьма кстати. Можно ее до конца дотянуть, можно ее оставить вот такой вот завиточек. Вот когда вы так вот делаете, вот сейчас этот стежок нужно будет, он получит только так. А это можно экономить немножко. Алена Жукова, Александр Петров, Республика.